Приветствую вас. Я думаю, что вопрос, как к этому относиться, является не совсем корректным, потому что вы сами знаете, я более чем уверен, что вы сами знаете, как это относиться, что у вас уже есть определенная позиция, ну по этому поводу, да, то есть у вас есть уже какое-то мнение. Я думаю, что лучше всего было бы для вас просто к этому своему мнению, которое у вас имеет, между быть, прислушаться, прислушаться просто и поступать так, как вам вот кажется. То есть как воспринимаете это, как воспринимаете этот момент, так вот в принципе к нему и надо относиться, да? То есть, ну на мой взгляд, просто несколько странно, что вы хотите, да, чтобы мы вам подсказали, как к этому относиться. Каждый человек по-разному относится к тому или иному событию. Например, в зависимости от своих ценностей, в зависимости от своего мировоззрения, в зависимости от своих точек зрения, в зависимости от своих целей и так далее. Вот, поэтому, по поводу того, как к этому относиться, вам нужно, я полагаю, решить этот вопрос самостоятельно. Что касается вопроса о том, почему человек так себя ведёт, то, скорее всего, в его эмоциях, что-то изменилось, что-то изменилось. Конечно, конечно, не совсем понятно, что именно изменилось, это безусловно. Вот, но что-то изменилось, это факт, и уж вы не понимаете сейчас, вот на данный момент, вы не понимаете, что именно изменилось. Поэтому, вероятно, имеет смысл поговорить с молодым человеком со своим, вот, и спросить у него, что конкретно произошло, вот, что конкретно случилось с ним. Это, на мой взгляд, вам позволит лучше мужчину понять, да, это позволит вам лучше человек понять, и это позволит вам преодолеть тот кризис, который у вас сейчас имеют место быть, вот. Конечно, самое главное, чтобы вы были искренними с человеком, вот, чтобы вы были искренними, чтобы вы, ну, не прятали ничего друг об руке, чтобы вы не скрывали, чтобы вы не зажимали свои эмоции, свои чувства. Вот, потому что, если вы будете делать так, если вы будете зажимать свои эмоции, если вы будете зажимать свои пожелания, то ничего хорошего из этого не получится. Вот, но прислушиваться к себе нужно и реагировать так, как нужно, вот. Я думаю, что мужчина просто испугался, либо испугался ваших отношений, такое вполне может быть, вот, что человек испугался, ну, вот просто внезапно. Он понял для себя, сразу увидел, к чему может, эээ, к чему может привести, эээ, к чему могут, точнее, привести ээээ... ваши отношения, вот, могут они привести к чему-то серьезному, вот, молодой человек может этого, мог этого точнее не понимать, вот, сейчас он это понял для себя и ему стало страшно. Вот, ну, это вполне такая часть реакции, вот, поэтому, покажите ему свое спокойствие, вот, покажите ему, что вы его понимаете, что, 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 что вы не злитесь, например, продемонстрируйте ему это, вот. Ну, и самое, наверное, главное, это не заведитесь на конфликты, вот, потому что, особенно по телефону, вот, там писал. На расстояние конфликты приводит к куда большему негативу, чем в реальности, вот. Понимаете, ваши отношения, они выстраиваются сейчас по принципу клин-клином. То есть, у вас не все в порядке, а, был с мужем, вот, и молодой человек, он выступает вам, таким своего рода, помощником. Так вот, у помощников, часто возникает ощущение, что им пользуются, вот, что его используют, хотя он, в принципе, сам за ислугой предлагал, да, никто его, как бы, не заставлял. Ну, молодой человек может думать, что, что его используют, вот, и это тоже может, как-то, вот, мотивировать человека на то, чтобы, ну, чтобы относиться с проблемами. То есть, что же здесь, самое главное, адекватно это воспринимать, вот, самое главное, без негатива это воспринимать. Вот, и, в принципе, в принципе, я думаю, что, тогда ситуация будет, ну, не будет выходить из-под контроля ситуация. Вот, ну, я так, по крайней мере, думаю. Вот, вот, в принципе, то, что, я могу вам ответить, то есть, относиться к этой ситуации, которая произошла. Относиться к этой ситуации, к этой ситуации, старайтесь. Так, как будто, ну, это совершенно естественно. Вот. Ну, отчасти, потому что это, ну, действительно нормально. Это действительно, такой вот, может быть, своего рода, кризис у вас сейчас. Вот. И, как бы, реагировать на это, чересчур, было бы неправильно, было бы не совсем, ну, не совсем верно. Вот. То есть, это, может быть, такой переходный период вашей ситуации, переходный период ваших отношений. Вот. Не принимайте просто на свой счет то, что человек сейчас делает. Вот. Просто на свой счет не принимайте. Вот. И, я думаю, я думаю, что, тогда все будет у вас в порядке. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, или и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.